Если бы мы писали реализацию факториала на каком-либо императивном языке, мы бы, скорее всего, использовали цикл и дополнительную переменную, аккумулирующий параметр, в котором бы накапливали соответствующее значение факториала. Давайте посмотрим на пример реализации факториала на языке C. Вот перед нами возможная реализация. Функция факториал принимает целочисленное значение, формальный параметр n. Дальше мы определяем переменную аккумулятор, которую инициализируем значением единицы. И дальше пишем цикл. Пока наш формальный параметр больше единицы, мы выполняем следующее действие. Мы умножаем аккумулятор на предыдущее его значение, уменьшая одновременно с этим значение параметра n каждый раз на единицу. В итоге, в результате выполнения этого цикла у нас получится некоторое значение, накопленное произведение, которое мы возвращаем из нашей функции. В Хаскеле циклов нет и изменяемых переменных тоже нет. Однако мы можем реализовать функцию, использующую подобную же идею, с помощью дополнительного параметра. Давайте посмотрим, как это сделано. Наша новая реализация факториала распадается на две части. Сначала у нас определение функции факториал 5, которая просто проверяет, не является ли число отрицательным. Если является отрицательным, то возвращает нам сообщение об ошибке. В противном случае, если оно не является отрицательным, мы вызываем некоторую вспомогательную функцию двух переменных. Первая переменная — это как раз некий аккумулирующий параметр, который мы инициализируем в значении единицы. А второй параметр — это как раз то самое число, факториал которого мы хотим вычислить. Вспомогательная функция helper определена отдельно. Она определена следующим образом. Если у нас вычисляется факториал 0, мы просто возвращаем значение аккумулирующего параметра, вызов нашей вспомогательной функции как раз дает нам в этом случае значение единицы. А вот второй вариант описывает как раз рекурсивное определение нашей функции helper. Здесь мы передаем значение аккумулирующего параметра и значение n. При каждом следующем рекурсивном вызове происходят две вещи. Во-первых, параметр n, второй параметр, уменьшается на единицу. Таким образом, требования, которые мы предъявляем к рекурсивным функциям, чтобы они завершались. Первое требование выполнено. У нас функция вызывается на другом значении. Выполнено и другое требование, с которого мы начинали наш разговор о рекурсивных функциях. У нас есть терминирующие условия. Поэтому параметр n, каждый раз уменьшаясь, достигает в конце концов значения 0. Он, я напоминаю вам, положительный, потому что функция helper вызывается только на неотрицательных параметрах. И второе, что происходит внутри функции helper, помимо уменьшения второго аргумента, это увеличение второго, первого аргумента, то есть аккумулирование произведения текущего значения аккумулятора на значение n, которое у нас есть. Таким образом, при последовательных вызовах функции helper у нас происходит каждый раз уменьшение на единицу и формирование интересующего нас произведения, которое в конце концов вернет нам значение функции factorial. Надо сказать, что подобного рода реализация с аккумулирующим параметром в случае factorial не приносит нам никаких дополнительных выгод в языке Haskell. Однако очень часто подобного рода реализации позволяют повысить эффективность рекурсивных функций. Во многих случаях в рекурсивных функциях, давая прямое определение рекурсивной функции через саму себя, мы можем получить квадратичную или более высокую полиномиальную асимптотику. А в случае использования вспомогательных функций очень часто мы можем исправить асимптотику, сведя ее к линейной.